Вовладение пользователя, и пользователь сам ответственный за освобождение этого ресурса. Так, ну вот, для примера, жизненный цикл нативных приложений выглядит так, как показано на слайде. Нативные приложения бывают с пользовательским интерфейсом и без пользовательского интерфейса, то есть сервис. Вот, отличаются они, по сути, тем, что одно может работать только в фоне, а другое не только в фоне. Во всем остальном, принципиально, это не отличается, скажем, от Android-приложений. Так, это не нативные приложения, это веб-приложения, прошу прощения за ошибку. Ну вот, жизненно-цикловое приложение выглядит несколько сложнее, поскольку участвует и WebRentime, участвует и EFL, графическая подсистема для рендеринга. Но в целом, если разбить на модули, происходит практически то же самое, что нативных приложениях. Так, теперь инструменты. С инструментами мы познакомимся в контексте того, как обычно ведется разработка приложений. То есть, вначале это идет фаза планирования дизайна, затем создание проекта, затем дизайн UI, написание кода, затем сборка, запуск, отладка тестирования, упаковка, публикация в Dizing Store, обновление. И на этом все повторяется. Итак, на фазе планирования и дизайна, наверное, Tizen, SDK не содержит инструменты, которые могут вам помочь. Собственно, таких инструментов не существует. Для этого нужна голова, нужна ручка или с бумаги, для того, чтобы сформулировать идею приложения, примерно описать сценарий использования, чтобы понять вообще, нужно ли ваше приложение кому-то или нет. Определить, есть ли функционал в SDK, в инструменте, который вы собираетесь использовать. Выбрать фреймворк, может быть, чтобы не изобретать велосипед. Ну и какой-то накидать в план разработки, по которому вы будете следовать. А вот все остальное можно сделать с помощью Tizen SDK. В Tizen SDK есть IDE, то есть... Как по-русски расшифровать IDE? Интегрирование среда разработки. Сажимент разработки. Среда разработки, окей. Интегрирование среда разработки, да. Как это по-русски? Как это по-русски? Которое основано на Eclipse и позволяет сделать практически все, что требуется для разработки приложений. В частности, можно создать проект для этого сразу в помощь различной шаблонной симплейты, вы видите. Если перейти в закладку Sample, можно для нативных приложений найти около сотни примеров приложений, которые можно изучить и позаимствовать для своих разработок. То есть, создание проекта делается уже в среде разработки. Также есть инструмент Native UI Builder. Это инструмент, визуальный редактор вашего... интерфейса вашего приложения. Но принципиально ничем не отличается от других аналогов. То есть, what you see is what you get. Фактически в режиме реального времени на экране набирается те контролы, которые вам нужны. Но для того, чтобы дизайн, который вы хотите, соответствовал Tizing UX Guide, вам нужно ознакомиться с этим UX Guide. Об этом будет рассказывать Кирилл в самом конце. Есть определенные ограничения. Есть некоторые вещи, которые в Тезине делать нельзя. И на стадии сертификации в магазине, соответственно, ваше приложение может сертификацию просто не пройти. Кому скучен обычный пользовательский интерфейс, и кто хочет больше свободы, есть UI Effect Builder, такой инструмент. По сути, он позволяет накладывать некоторые эффекты на ваши контролы. Например, на данном слайде продемонстрировано приложение как раз Effects App, которое есть в самплах SDK. И вот продемонстрировано эффект перелистывания страницы. Есть предопределенные эффекты. Если вы умеете скриптовать на Lua, то можно делать свои эффекты для контролов. То есть, делать свое приложение, поиск интерфейса своего приложения гораздо более насыщенным. Так, дальше для дизайна UI и написания кода, конечно же, имеется Code Editor, Project Explorer, Connection Explorer, который отображает подключенные к вашей системе Тайзен устройства или это эмулятор, и позволяет там же получить доступ к файловой системе этого устройства, копировать файлы, загружать туда файлы. Очень удобно. Ну вот, в остальном, среда разработки, ну, обычный Eclipse с некоторыми визуальными отличиями может быть. Так, ну, Application Settings Editor тоже полезный инструмент, который позволяет не работать с XML напрямую, а редактировать настройки вашего приложения более удобным способом. Content Assist, естественно, вы начинаете вводить какое-то название функции, вам сразу же это подсказывается. Snippets для хранения каких-то кусков кода, ваших наработок, которые вы любите использовать в своих разработках. Важный инструмент API and Privilege Violations Shaker. В проекте каждого приложения есть некий файл, который называется Manifest. Этот файл содержит в себе информацию о приложении, его ID, его автор и так далее. А также она содержит информацию о привилегиях, которые необходимы приложению. То есть, если вы хотите работать с GPS, вы должны в манифесте указать, что вы будете работать с GPS. И тогда при запуске вашего приложения у вас будет сделан запрос, что приложение хочет получить доступ к GPS. Разрешить? Да, нет. Если вы этого не укажете, у вас GPS работа не будет и вообще приложение работать не будет. Чтобы таких оказий не возникало, вот есть такой инструмент. Ну, также некоторые API имеют свойство устаревать или как-то значительно меняться, и этот инструмент также поможет избежать неприятностей, связанных с этим. При сборке проекта необходимо сгенерировать сертификат разработчика. И также в среде разработки есть инструмент, который поможет это сделать. Без этого у вас не то что не запустится, даже не соберется ваш проект. Сертификат этот сгенерировав терять нельзя. Ну, вернее, можно, но если вы загрузили свое приложение в Store, приложение подписано этим сертификатом, то дальше вы с этим сертификатом и работаете. Если вы потеряете, вы потеряете возможность в приложении обновлять эту историю. Так, дальше. Ну, сборка проекта производится интуитивно. Способ, кто работал с клипсом, тому вообще все очень знакомо. Соответственно, правый клик на проекте, сборка, и у вас все собралось, и информация о сборке вывелась в консоль. Соответственно, можно менять конфигурации, архитектуру сборки, можно менять различные конфигурации, можно выбрать другой компилятор, можно прописать пути к исходникам и так далее. Все это тоже по праву, правый клик на проекте, свойства и далее. Для запуска и отладки проекта, во-первых, незаменимый инструмент разработчиков – это Тайзен эмулятор. Ну, вам повезло, у вас у всех есть устройство. Соответственно, SDP. А вот у кого нет, они все очень жалуются, говорят, как же мы можем разрабатывать приложение без устройств. На самом деле можно, Тайзен эмулятор, ну, наверное, 90% потребностей разработчика покрывает. Да, там, наверное, взаимодействие с несколькими устройствами будет невозможно, или там тяжело будет работать с сенсорами. Но есть инструмент Event Injector в составе среды разработки, который позволяет в эмулятор некие показания сенсоров эмулировать. Например, можно забить GPS-координаты и с помощью Event Injector отправить это в эмулятор. Соответственно, таким образом эмулируется работа с GPS, или с другими сенсорами, или с пуш-кортификациями, или можно эмулировать звонок. В общем, очень удобный инструмент. Так, ну, отладка, запуск и отладка также производятся в правой клик-мышке, Run-S, Debug-S. И для того, чтобы выбрать, где у вас, во-первых, в какой конфигурации у вас это соберется, и где это запустится, у вас должен быть наведен фокус на соответствующее устройство, Connection Explorer. То есть, если вы выделили эмулятор, то у вас будет собрана x86-архитектура, и в ваше приложение будет запущено эмулятор. Если выбрано вот устройство, которое мы вам раздали, были собраны все в архитектуре ARM, и запущено уже на устройство. И чтобы не запутаться в этих различных конфигурациях, есть инструмент Smart Launch, который сохраняет все конфигурации, с которыми вы работаете, и позволяет быстро переключаться от одной к другую. Также есть отладчик. Отладчик основан на GDB, есть соответствующий view в среде разработки. Можно пошагово отладить код, посмотреть полстэк, посмотреть, что лежит в памяти, что в регистрах, посмотреть значения переменных. В общем, полноценная отладка, не выходя из среды разработки. Вот ивент-аджектор, о котором я говорил. Вот на данном слайде показана эмуляция прихода SMS-сообщения. То есть в ивент-аджекторе мы это задали, и вот в эмуляторе вы видите, правее сообщение появилось. Для тестирования проекта есть множество инструментов, целых три профилировщика. Это O-Profile, это Valgrind и это Dynamic Analyzer. Valgrind и O-Profile отличаются друг от друга тем, что один работает только с эмулятором, а один только с устройством. Dynamic Analyzer работает и с устройством, и с эмулятором. Он несколько попроще инструмент, но зато он позволяет визуализировать то, что в реальном времени в данный момент происходит